Ржавые трубы, вода, стекающая по стенам, грязь и трава – все это подвал дома на Прокатово-5. О уровне подготовки пятиэтажки к отопительному сезону говорить сложно. Даже пробраться к тепловому узлу комиссия не смогла. Его затопило. Сейчас ведутся работы. Самый жаркий период подготовки к отопительному периоду осталось две недели. Ни руководителя, ни главного инженера нет. Мы приглашали, говорят, что они в отпуске. Это дом, управляющий компанией «Форум». Таких нерадивых УК в городе не больше пяти. Новых ведений – многоэтажные дома, а значит, сотни семей рискуют остаться без тепла зимой. Некачественная подготовка внутридомового оборудования чревата серьезными последствиями. Может привести к срыву работы отопительного сезона в зимний период. Может какая-то труба прорвать и дома остаться без отопления. Но если система не промыта и теплонагреватель не приведен в порядок, то полную мощность эта система не может выдавать в принципе. И проблемные, и благополучные дома городские власти проверяют совместно с представителями тепловых сетей. К первому сентября жилой фонд должен быть полностью готов к зиме. Сегодня в центре внимания район Заречья. Вот, например, здесь, на Призиновской 33, осталось только подписать необходимые документы. В целом, по управляющей компании прессовки? По управляющей компании основные работы все выполнены, промыта и прессовки. Вот остались тоже нюансы, касаемо оснащения тепловых узлов, контроля измерительными приборами. Замечаний много? Ну, я думаю, что... Замечания есть, все устранимы, все в работе. Общая готовность жилого фонда Вологды к отопительному сезону – 90%. По управляющим компаниям процент выше, чуть ниже – у ТСЖ. Отдельно проводится работа с теми организациями, которые заметно отстают от графика. У нас проводятся комиссии постоянно, еженедельно по подготовке к зиме с привлечением правоохранительных органов. Мы уже сейчас показываем управляющие компании, которые не готовы. Я думаю, что в том числе и прокуратура в случае неготовности будет принимать меры, соответствующие реагированию. Реагировать должны и жители, ведь кому обслуживать дом, выбирают сами собственники. И они вправе отказаться от нерадивой УК. В целом, подготовка системы теплоснабжения тоже в завершающей стадии. Котельные готовы на 90%, сети почти на 80%. Сейчас на ремонте последняя котельная. Ее запустят 28 августа. После плановой остановки котельные будут запущены в итоге тепловые сети и тепловое хозяйство города. То, что касается нашего предприятия, я могу отвечать только за наше предприятие, будут подготовлены к отопительным сезонам. В следующий раз городские власти проверят готовность к зиме образовательных учреждений города. Рейд по школам и детским садам запланирован на следующей неделе. Алена Закатаева, Михаил Прищев, Волок, ДРФ